а здрасте а всем друзья привет улинки у нас золотой колос продолжается и погода сегодня явно не летная дождик у нас но ничего страшного я думаю мы как-нибудь это дело переживем значится друзья что у нас происходит давайте посмотрим по-быстрому пробежимся опять я начинаю в шесть утра когда еще темно но ничего скоро станет светло друзья все будет нормально и куда этот штуку мы закроем вот так вот значит осмотрите во первых у нас есть поле номер 18 которая с травкой наверное я буду продолжать его косить и когда-нибудь мы опять отвезем все это дело на бга и забьем там силос далее у нас есть еще одно поле давайте чуть быстрее пробежимся есть у нас большое поле на котором мы обычно выращиваем что-либо сейчас тут растет пшеничка я в прошлой серии сюда сажал да кстати не прошло и дня между сериями это да вы давно такого не было но в общем-то сами видите растет пшеничка тут все понятно пока идет дождь и убирать нельзя да и не созрела она еще есть друзья также дохренища контрактов и все это у нас на уборку урожая поэтому но и удобрение потом я выполняю как нибудь по упарываюсь она никуда не денется опять-таки уборка урожая в дождь невозможно поэтому я этого делать пока что тоже не буду а то может быть на каком-нибудь закрытым стриме может быть по упарываемся ну и да друзья кстати прошел у нас стрим погнали сбегаем на бга на этом стриме мы всю вот эту траву пособирали которая здесь была ее было здесь дохренища кубов 600 примерно было и я ее всю отвез на бга и забил пол ямки вот здесь вот так вот это все дело я сейчас накрыл здесь и 64 процента уже здесь ферментация потом когда-нибудь продадим но я думаю что это будет не сегодня ладно это прям точно будет не сегодня но в общем то что я хотел сегодня сделать название серии вы в принципе уже догадались что мы будем строить автомойку смотрите что у нас тут есть строительная фирма автомойка нужно перевести 50 кубов стройматериалов 10 кубов бруса 60 кубов бетона надо нарулить 10 кубов песка 15 кубов гравия все это дело можно купить кроме бруса брус мы достанем есть правда еще один косяк он требует стройка требует рейтинга 30 а у нас 29 но это для нас не проблема поскольку если мы откроем задание у нас был контракт на клубнику который нам даст один рейтинга и прошлой серии мы его взяли и прошлой серии мы соответственно и эту самую клубнику давайте сюда это окошко вынеси это вот так вот пускай будет прошлой серии мы эту клубнику посадили в наши теплички и ее получилось 64 куба это как-то до хрена по моему с двух теплиц видимо расчеты неверны но ладно у нас друзья сейчас первый урожай прошел надо все вот это вот дело грунт второго урожая удобрениями полить вот у нас тут есть жидкие удобрения туда тоже привез 20 кубов чтобы пока что хватало после этого урожая надо будет по 500 в каждую тепличку завозить а потом надо будет грунтного покупать но это потом наша задача в общем то на сегодня выполнить вот это самый контракт на клубнику надо будет съездить за рассады чё-нить прикупить авось когда-нибудь что-нибудь еще классная выпадет надо будет съездить за песком надо будет съездить за гравием надо будет нарулить досок короче все вот это вот дело надо покупать и замутить стройку и времени у по сути дела почти два часа на все это дело поэтому погнали в общем-то заниматься всем этим делом в первую очередь друзья нужно конечно же решить проблему с рейтингом и выполнить контракт принципе этим будет заниматься валерон но сначала надо ему прописать точки и сделать изменение в карте обычно я на сериях этого не показываю иногда на стримах но сегодня друзья сделаем небольшое исключение и да я пропишу автодрайв сюда и другое место в общем-то недавно у меня вышел гайд как это делать так что можете его посмотреть меня такие допросились что называется такс как мы назовем эту локацию давайте это будет теплицы загрузка товар пускай будет так черт что со звуком чем звук пропадает а непонятно и давайте все это дело подсоединим к нашей сети и да надо это все дело еще соединить соединяем вот тут он соединяем это все дело с другой стороны до задум что там как-то вообще медленно ездит но ничего страшного давайте вот из этой точки мы едем вот сюда и вот эту вот штуку надо тоже перетащить чуть подальше и надо еще вручную съездить на место порт бокс номер 3 потому что так он отсюда будет загружать потому что надо туда это там тоже это все дело не проложено но сперва надо загрузить 3 960 клубники почему именно столько чтобы он потом сделал три полных ходки 3 960 сдын загрузилась погнали в общем-то в порт и там сделаем то же самое соответственно в порту нужно провести те же самые операции сделать выгрузку на 3 этот самый 3 бокс и поэтому здесь тоже надо записать сейчас маршрутик и раз у нас линия пока что идет так и сделаем с этой же стороны пускай сначала делает кругалям мне кажется это будет правильным погнали запишем как-то мы вот так вот проезжаем дает нам здесь выгрузку давайте выгрузимся ладно 12000 слушать это немыслимые деньги за клубнику это хренитительно давайте вот здесь вот мы поставим точку разгрузки будет порт бокс номер три по он вполне себе логичное название для него ответственно теперь соединяем это все дело с нашей сетью супер классный да кстати уже спрашивали много раз где скачать сеть мою в группе золотого колоса есть тема обсуждения карты и все такое прочее и во втором посте там лежит моя карта на конечно не такая уже как вот сейчас на данный момент я ее там не обновляю когда я добавлю туда все точки продажи я ее там обновлю а пока будет только то чем мы пользуемся в этом же посте прикреплен гайд по автодрайву от меня поэтому если что вон там и такс это мы сделали теперь нам нужна доставка значится забирать мы будем из теплицы загрузка товар и выгружать мы будем в порт бокс номер три потом я это по папкам рассортирую сейчас не хочу и возить нужно клубнику съездить нужно три раза а после того как съездишь они и так стоит что да надо запарковаться в общем-то ехали вроде как все тут должно будет сработать мы погнали заниматься тогда другими делами мы друзья прибываем в магазин потому что в магазине нам надо купить себе новых всяких штук что-то купить что-то взять в аренду и что же нам все-таки надо купить первую очередь нам надо для стройматериалов а также на будущее еще много для чего купить контейнеровоз только находится он далеко не здесь я понял давай тогда в грузовых прицепах посмотрим да вот такой вот контейнеровоз прицеп перевозит контейнеры короче говоря он перевозит два контейнера которые 20-футовый или один 40-футовый соответственно мы его себе покупаем он крепится через седло к тягачу можно сказать 25000 он нам еще много понадобится так что будем его сразу покупать также нам нужны контейнеры возьмем два маленьких на всякий случай потому что разницы в цене особо сильные у них нету точнее и вообще в принципе нету ага но в маленьком я смотрю немножко другие культуры перевозят или это просто нет они не другие они просто в разном порядке здесь стоят понятно в общем то берем до два маленьких и кстати можно покрасить и конечно же конечно же они будут оранжевыми берем две штуки почему два они один большой потому что в два вот эти контейнера можно загрузить разный груз будет если вдруг понадобится но это еще не все друзья нам надо еще в аренду взять полу прицепчик для бетона покупать его я смысла сейчас не вижу возьмем в аренду 3000 потратим и не обеднеем так что в аренду его берем ну и самое неприятное то что нужно взять в аренду это конечно же погрузчик 145 тысяч он стоит 8000 за аренду он придется заплатить только для того чтобы погрузить эти самые контейнеры но ничего не поделаешь в общем то его тоже мы арендуем и конечно же сейчас будет самое веселье нужно будет вот это все дело погрузить на контейнеровоз для начала правда мы подцепим тягач контейнеровозу и вообще для начала да мы отгоним отсюда вот эту штуку мы ее пока бросим здесь она нам пока что не нужна бетон надо будет брать только когда откроется бетонный завод хотя бетонный завод может открылся но когда стройка это самое последнее будет что мы повезем а за твои материалами можно уже сейчас будет съездить это не проблема так сцепляемся а сегодня много работы ручками по поделать так подцепились соответственно переходим к нашему супер вот этому вот погрузчику он правда не совсем наш но ладно вспомнить бы как им пользоваться не помешало бы 1 разберемся по ходу пьесы и такс подъезжаем ух ты нихрена си откуда он цепляет это по моему не прикольно не знаю как-то прям сильно читер на мне кажется ладно упс надо выше поднять давайте здесь мы отпускаем это все дело если что потом подровняем хотя может быть они даже и закрепиться так нормально на контейнеровозе цепляем 2 тоже приподнимаем и вот тут а вот мы опускаем пока что мы оставляем эту штуку сверху надо посмотреть спонуться ли они и они оба цепанулись это прекрасно соответственно вот эта штука нам больше не нужно мы отгоняем в сторону из аренды мы ее сдаем все больше не надо потратили 8000 за погрузку урал и пока что не завезли так бы я использовал урал наверно хотя с другой стороны я не очень люблю с этими крюками работать поэтому может быть и нет и так значит нам нужно 50 кубов стройматериалов сюда влезает 60 соответственно до их купить купить их можно в порту или на жиде станции сейчас мы посмотрим сколько их есть на заказ интересно ну ладно они дешевле вон закупка товаров пожды поехали туда посмотрим как это все дело происходит едем на жиде да раньше у нас стройматериалы покупались на жиде вот здесь а кстати урал привез первый прицеп с клубничкой красавчик соответственно для того чтобы купить стройматериалы надо было поставить сюда контейнер и исходить на жиде станцию именно где поезд пассажирский останавливается сейчас вот здесь вот триггер находится посмотрим как это работает и монетка где-то пояса давненькая кстати монетки не собирал вот она где спряталась на еще 84 штуки много еще и так что ты мне здесь расскажешь нужны стройматериалы и десятку бов пить бзинь все мы купили и они сразу же погружены в контейнер насколько я понимаю по крайней мере раньше это было именно так да это работает так значит поехали оставим это дело на базе и будем заниматься другими делами прибываем на базу и наверное этот контейнеровоз оставим где-нибудь просто я не знаю вот здесь например чтобы он нам особо сильно нигде не мешал если вдруг здесь понадобится автомойка у нас будет строиться здесь вот на этом месте так что пускай строится в общем-то контейнеры мы отцепляем вот так вот когда-нибудь они нам еще понадобятся а сейчас друзья что нам еще надо песок гравий до термоавтомойка стройматериалы есть с брусом разберемся потом для бетона у нас штука уже есть это в последнюю очередь песок гравий в общем-то поехали за песком и гравием тогда далее друзья что нам нужно сделать нам нужно купить песок и гравий они у нас тоже покупаются на жд-станции только надо посмотреть еще раз чего и сколько нам нужно взять потому что у меня память как у рыбки я уже забыл гравия 15 кубов песка 10 соответственно покупаем все это дело гравия 15 кубов а песка 10 2000 мы всего за это платим это немного ну и соответственно отсюда надо это все дело увести на базу но я же молодец я уже пригнал сюда технику соответственно то что 10 кубов у нас спокойно увезет трактор поэтому давайте загрузим главное еще ровно стать под этот триггер и не просыпать ничего на землю а то будет неудобно и обидно а у нас тем самым кстати еще урал отвез еще один кузов остался один черт неужели не попал да ладно каких пор я такой косой в песок 10 кубов давай грузись короче реализована такая фишка что вот когда он высыпается если я сейчас отъедут он продолжит высыпаться на пол это прикольно единственный косяк правда в 19 ферме есть он то здесь просыпется на пол но так как это не мой участок я не смогу с него подобрать это не прикольно соответственно этого пацана мы отправляем домой выставляем его просто на авто драйв поближе к нашему маршруту вот сюда например и отправляем его на базу он приедет там остановится и будет молодцом и теперь нам то же самое нужно провернуть с нашим маном правда в него уже нужно загрузить гравий которого чуть побольше так что мы вот так вот становимся нет давай становись нормально но чё началось то но вот так прям но должен же нет и работы серьезно но четко же стою чё началось то или в этом кузове у нас не возится гравий так значок гравий у нас под номером 32 выглядит он примерно вот так и хрен его знает есть ли он в этом прицепе или нет я же вот ровненько стою под триггером но согласитесь видимо он его не возит черт это в мои планы не входило если честно ну ладно тогда отвезем это все с помощью трактора благо у нас есть куда все это дело сгрузить на базе у нас есть хранилище для песка и гравия поэтому но сейчас придется на тракторе это все дело отвозить слушай и с этим прицепом не грузится а что не так с гравием то может я его не купил ли здесь у нас грузится песок только не песок и гравий все правильно закупка товаров по ж.д. гравий как бы есть знаете ли странное дерьмо а если нажать р так того контракт на клубнику выполнен это прекрасно но нас сейчас интересует не товар на клубнику нас сейчас интересует загрузить отсюда этот гребаный гравий который не загружается но четко же подъехал четенько ладно может быть из-за того что я два раза покупал это все дело типа два товара одновременно давайте купим еще литр гравия может там триггер закрылся или еще что-нибудь возьмем один литр по-моему даже его за бесплатно взяли можно вот так вот бесконечно короче по одному литрику тыкать и бесплатно его брать хотя он недорого стоит она короче того да действительно не стоит но что ты мне скажешь но пожалуйста загрузить не верю что в прицеп просто гравий не не грузится вот он есть 15 кубов все нормально чё началось непонятно ладно попробуем перезапустить игру ну что друзья попытка номер два после перезапуска игры посмотрим может быть там что-то забагалась потому что я не знаю что делать мне же нужен гравий как я без гравия то да перезапустил игру и сработало вы придется ехать два раза или пригнать сюда блин мана потому что с маном наверное все сработает правильно ну что товарищ у тебя дубль 2 тоже вторая попытка загрузить этот гребаный гравий то да он грузится короче чё-то просто багануло такое иногда случается но и ладно ладно пока он грузится мы тогда отправляем трактор на базу пускай едет до мойки пришлось ему немножко покататься лишнего но ничего страшного можно было конечно 500 раз съездить за него и два раза все это дело отвозить но ладно мы возвращаемся в ман и погнали это дело тоже на базу отвезем весь наш гравий 15000 и 1 литр гравий соответственно тоже выгружаем на тот же самый склад пускай пока лежит там хотя вы гружать его тоже особой нужды нету ну ладно хрен с ним пускай лежит и в общем то на этом мы все приготовили кроме бруса и бетона поэтому следующим нашим шагом будет друзья дождаться пока откроется строительная фирма и заказать там стройку итак друзья у нас 7 59 утра и через минуту а то и меньше уже откроется строительная фирма и мы конечно же этого ждем до насчет рейтинга у нас теперь он 30 потому что мы выполнили очередной контракт ближайшие два часа кстати надо обязательно будет еще отвезти пшеничку нас уже шестой день идет вот так вот потихоньку тоже снабжение выполняется главное сделать это до 10 утра а вот и кстати 8 утра поэтому друзья мы к вам тут пришли и хотим мы заказать стройку автомойки соответственно у нас есть все материалы кроме бетона и бруса и мы в общем то это дело оплачиваем и теперь на территории для развертывания строительства стоят техника или другие объекты сначала надо их убрать течение получаса будут отображаться желтые мерцающие полосы по периметру стройплощадки черт надо сначала пойти поубирать все а у нас тут вот этот полуприцепчик стоит понятно не круто ладно сейчас мы его чем-нибудь отпихаем просто мандру здесь сейчас немножко занят поэтому мы его просто вытолкаем чем-нибудь другим например косилкой по моему хороший вариант давай за пределы вот так вот вытолкаем и все и она продолжает моргать давайте его чуть подальше действительно еще выпихаем мало ли что и вот эту штуку с контейнером наверное тоже стоит немножко отодвинуть но вроде пойдет вроде бы пойдет давай дружище едет на парковку а мы погнали опять строительство строительная вот эту фирму посмотрим что нам скажут на этот раз оплатить да у нас снялись денежки и теперь на выбранном вами объекте развернута строительная площадка теперь для начала строительства необходимо привести на территорию этой площадке все необходимые материалы в меню указано количество материалов если какой-то не нужен то стоит прочерк материал должны находиться внутри стройплощадки и и границы обозначены желтыми мерцающими полосами бетон можно выгрузить большую прямоугольную емкость песок и гравий высыпать на землю в куче брус должен находиться в транспорте или контейнерах стройматериалы в контейнерах когда всех материалов будет достаточно 8 утра приедут рабочие начнут стройку при этом все материалы исчезнут освобожденный транспорт может использоваться по своему усмотрению процент выполнения работ можно наблюдать в меню строительной фирмы значится стройка начнется только 8 утра соответственно 8 утра следующего дня потому что у нас сейчас там 802 или 803 ну и будет 6 часов она выполняться то есть конечного результата мы сегодня не увидим но вот он вот такой вот на фотке еще на превьюхе скорее всего стоит у меня но погнали все это дело снабжать во первых друзья брус брус надо брать на мебельной фабрике есть у нас такой завод мебельная фабрика здесь соответственно закидываем туда деревяхи на выхлопе получаем брус пока что на карту не завезли аренду заводов поэтому по сути дела брус нам взять негде ну или купить завод и его провести но я покупать пока что не хочу сами понимаете автомойку хочу поэтому мы поехали и наворовали этого самого бруса купить его негде это вот единственное место где можно его достать поэтому пришлось ездить поворовать и соответственно в наш урал он сейчас загружен и нужно нам этот урал просто поставить в желтую вот эту вот зону и оставить его там стоять не знаю на ночь что ли давайте вот здесь этого поставим и он будет здесь хорошо стоять 8 утра разумеется брус отсюда исчезнет далее нужно провернуть то же самое с контейнерами и высыпать куда-нибудь в кучу песок и гравий ман сейчас немножко занят поэтому воспользуемся нашим супер трактором я надеюсь сейчас она боговаться то не будет очень надеюсь соответственно подъезжаем вот сюда нажимаем на кнопочку загружаем песок и вот они 10 кубиков можно высыпать больше он все равно потом исчезнет то есть лишнего не будет брус останется а песок исчезнет поэтому то что у нас там один лишний литр ничего страшного высыпаем все это дело вот сюда вот просто тупо в кучу и сейчас нужно то же самое провернуть с гравием загрузить и разгрузить вот такое вот веселое занятие сегодня чему нет стройка же строительство дождь правда уже надоел вот этот если честно он идет наверное часов с 12 ночи я там еще кое-какие контрактики выполнял но потом все на этом все мое веселье закончилось самое главное что мы не можем сейчас урожай начать убирать а это было бы вполне себе логичным действием давай давай высыпайся это еще не все надо еще нас еще один кубик лежит на складе его тоже надо высыпать вот он ровно куб но загрузился куб и 1 литр да тут есть некоторые проблемы с округлением но ничего страшного вот такие вот две кучи у нас песок и гравий давай выгружаем прямо в эту кучу и с этим у нас тоже в общем то все сделано все прекрасно трактор можно пока что поставить в сторонку он нам больше здесь не нужен и мы друзья перемещаемся на бетонный завод я сюда уже пригнал мана с бетономешалкой нам нужно купить бетон купить его можно 13 кубов потому что он застывает поэтому придется есть по 13 кубов вот так вот его и покупать соответственно загружаем его где-нибудь здесь вообще сейчас он покупается но потом будет доступна аренда заводов и этот бетон надо будет делать привозишь сюда цемент песок гравий и делаешь соответственно так дружище от тебя как загружать то или надо тютелька в тютелька подъехать да раньше тоже тютелька в тютельку надо было подъехать отлично загружаем бетончик и поехали все это делала отвозить на базу да друзья пришлось однако конечно покататься но вроде как все последний прицепчик мы сейчас выгружаем последние 13 кубов и все в очки бомбоне позже что еще сказал ладно неважно выгружаем последний давай выгружайся быстрее пожалуйста долго однако выгружается все пусто соответственно этот прицеп мы можем отсоединить и бетономешалку мы можем сдать напомню что мы ее брали в аренду сейчас она нам больше не нужно ну и соответственно надо еще в эту самую оранжевую зону желтую поставить вот этот вот прицеп с контейнером что мы собственно сейчас и сделаем 10 кубов поставим это дело тоже мы вот сюда к брусу отсоединяем ман отсюда убираем потому что он нам понадобится ману еще работать и работать соответственно лезем и в строительную фирму и смотрим 50 из 50 бруса 12 из 10 брус останется но мы его потом куда-нибудь выкинем не проблема бетона 60 кубов на всякий случай я там один прицеп привез на литр больше то знаю как это работает и гравия почему-то аж 15 15 лена узнает откуда тут 15 кубов нарисовалась вся с другой стороны может быть когда я тестировал эти самые автодрайв когда карту рисовал я там баловался с этими песком гравием прописывал выписывал его и так далее соответственно друзья у нас 8 утра следующего дня начнется стройка в этот игровой день конечно еще много всего надо будет сделать во первых надо будет убрать поле во вторых много контрактов заработаем денег скорее всего очень купим тут одна уборку сколько ема и я не могу сейчас все это делать потому что идет гребаный дождь ну ладно подождем кстати говоря у нас стало 30 рейтинга значит мы теперь гаражами можем пользоваться из менюхи и можем это теперь вот так вот закрывать открывать и если там что-то стоит мы будем это видеть из меню и надо будет бегать искать смотреть что где стоит классно прикольно вот на этом в общем то друзья я с вами попрощаюсь не забывайте что обязательно надо поставить лайкусик чтобы следующая серия вышла как можно быстрее или там стримец мы какой-нибудь провели еще можете черкануть какой-нибудь комментарий и мне будет приятно ну и конечно же спонсором отдельное спасибочки за поддержку в общем то можете тоже присоединиться к их числу и смотреть все серии заранее также у нас иногда закрытые стримы проходят поболтушечные и там тоже бывает иногда весело а бывает грустно вот так вот в общем то всем огромнейшее спасибо за внимание с вами был никита дела и всем покаки